У нас иногда звонят знакомые, ну просто в разговоре, да, и спрашивают, где у вас дети дома? А почему так тихо? А почему должно быть громко? Крики и наказания в этом доме недопустимы. Супруги Илющенко от детей понимают, принимают и поддерживают. Вырастить сына и четверых дочерей – задача не из легких, но Елена и Владимир с юности знали, что создадут большую семью. Елена Илющенко считает, что достойного поведения ребенка можно добиться только собственным примером. Нет, детей не надо воспитывать. Их невозможно воспитывать, потому что каждый ребенок – индивидуальность, каждый со своим мировоззрением, со своими эмоциями. Поэтому я считаю, что детей нужно просто, наверное, любить и вовремя слышать то, что хочет твой ребенок. Елена и Владимир познакомились, когда были подростками. Залогом крепких отношений считают дружбу партнеров. Говорят, нужно изначально быть на одной волне. Супруги не понимают современные пары, которые женятся и заводят детей, потому что так надо. Прислушаться к мнению Читы Илющенко можно хотя бы потому, что в этом году они отметят 30-летие брака. Ну, если купить дома рояль, то ты не станешь пианистом. Так же, как вот завести ребенка, это неправильно, да, вот еще что значит завести? Собачку, которую рояль можно купить. Ребенок, если родители этого хотят, если они готовы себя видеть. Как Жак-Жан то сказал, что если в твоем доме до 40 лет не поселились детские голоса, после 40 там появятся кошмары. Елена посвятила себя воспитанию детей, а Владимир взял на себя роль добытчика. У него собственное производство мебели, поэтому проект «Дома своей мечты» они с Еленой разработали и воплотили сами. Теперь семья часто собирается за одним столом. Супруги Илющенко приедут в Барнаул получить заслуженную медаль за любовь и верность как пара, которая своим примером показывает, каким должен быть настоящий семейный очаг. Полина Жданова, Сергей Балуев, Новости.